всем привет всем доброе утро не обращайте внимание что у меня был капюшон и сняла с капюшона сняла с капюшона сняла капюшона у меня на голове макарон макаронная фабрика но в связи с последними событиями и внешний вид ребята это такая чепуха она чтобы поговорить о мир во всем мире никто не страдал то что сейчас происходит между россией и украиной конечно это ужасно мы все на нервах со вчерашнего дня звоним перезваниваемся разговариваем с родственниками потому что основная часть родственников у нас сейчас на украине твою родная сестра моя живет в луганске мама ее живет тетя наша в красном луче не можем связаться сестра моя разговаривала с ней по моему два или три дня тому назад вот сейчас она на связь вообще не уходит так потому что мы поняли что там отключили свет там нету воды вот большинство населения вроде бы как эвакуировали из луганска в ростов и или в ростовскую область привозили автобусы пригоняли вот и вывозили из луганска людей из донецка тоже но вот моя двоюродная сестра отказалась эвакуироваться она не хотела бросать маму там у них еще бабушка больная мама живет в красном лучу в красном луче извиняюсь вот и ну короче такие вот дела моя бабушка это мама моей мамы они жили в луганской области всего новом боровицы может кто слышал и село это тоже практически всех эвакуировали но там тоже остались знакомые потому что но эвакуировать куда ехать и причем вчера смотрели вчера смотрели постоянно новости постоянно знаете даже в тик токе заходишь инстаграм заходишь все про и все про это пишут все про это говорят заходила также на блогеров которые живут непосредственно на украине смотрю постоянно что люди говорят потому что по новостям не все правда я вчера говорила с тетей дядя у меня живет тетя дядя у меня живут в киеве двоюродный брат в киеве двоюродная сестра еще в киеве короче такие дела все у нас на украине так что мы переживаем у меня такое ощущение что даже когда нас бомбили вот совсем недавно и в 2006 году когда у нас была война с ливаном было страшно да ну от какого-то не было такого осадка на душе не знаю почему как вот сейчас все-таки родина и его те места где вы выросли где ваши корни это настолько настолько в нас настолько внутри и вот и постоянно вот такой вот осадок можно было подумать да как уже я 21 год живу в израиле 14 лет я прожила можно сказать в россии и украине потому что мы из россии а наши все родственники мамы на родители были на украине поэтому мы всегда как бы жили на две границы вот как-то тяжело вот это вот все воспринять что такая вот вражда прямо знаете изредка беру библию читаю и вот и вот когда говори говорили про последние дни если можно так сказать да перед вторым пришествием вот это вот все было описано что там брат пойдет против брата и вот сейчас это все происходит это очень страшно на самом деле это страшно что как бы это все описано в библии то что это сейчас действительно происходит хотя как бы эти войны происходили всегда да на протяжении всего человечества то есть всегда люди шли друг на друга то есть можно сказать брать и шли друг на друга можно взять то же самое как бы то же самое израиль когда который постоянно изначально из происходит вот эти вражды между арабами и время то есть как бы это в принципе постоянно происходит вот но когда это нужно вот именно украина с россия как бы никогда не подумала бы